Депутаты законодательного собрания на круглом столе в Вятской торгово-промышленной палате обсудили вопросы взаимодействия пассажироперевозчиков с предприятиями, оказывающими услуги по контролю за транспортными средствами с помощью навигационной системы. В проблеме разбиралась Милана Попорницына. Сегодня специалисты Кировского центра космических услуг занимаются внедрением системы наблюдения ГЛОНАСС. Она позволяет отслеживать передвижение транспорта в реальном времени. Внедрение региональной службы логистики и мониторинга транспорта позволило сделать контроль за транспортными средствами более успешным. Все понимают, что сегодня навигационная система существенно облегчает контроль, технический контроль за тем, чтобы на сегодня наши автоперевозки, выезды на маршруты, график движения максимально корректно соблюдался. Основная масса автоперевозчиков имеет договор с центральной диспетчерской службой. И с их стороны стали поступать жалобы на дороговизну услуги. Она стоит 1800 рублей. После заседания региональной службы по тарифам, где обсуждались вопросы повышения тарифов на грузопассажирские перевозки, депутаты законодательного собрания провели свой круглый стол. Перевозчики рассказывали мнение о том, что сегодня на рынке присутствуют эти услуги, могут быть адаптированы по более низким ценам. Присутствовавшие на нашем заседании круглого стола представители так называемых свободных операторов говорили о том, что они готовы оказывать услуги из расчета 350-500 рублей. Основная дискуссия развернулась о том, что необходимо услугу, связанную по сбору информации о транспортном средстве, соблюдение графика движения и так далее, целесообразно было бы вывести на так называемый свободный рынок. Такая мера приведет к конкуренции среди свободных операторов, диспетчерской службы и Центра информационных технологий. От этого выиграют перевозчики и в конечном итоге потребители, так как высокая цена услуги все-таки влияет на стоимость проезда. Однако функция по контролю за деятельностью автоперевозчиков и за ситуацией в целом остается в руках диспетчерской службы. Сегодня деятельность Центральной диспетчерской службы не должным образом финансируется, и поэтому вот одно из предложений со стороны автоперевозчиков и других участников рынка звучало о необходимости обратиться в муниципальное образование город Киров, когда будет формироваться бюджет на 2013 год, предусмотреть в полном объяве финансирование Центральной диспетчерской службы. По итогам круглого стола депутаты Вятской торгово-промышленной палаты подготовили обращение в муниципальное образование город Киров и в администрацию, чтобы эти вопросы были рассмотрены. Милана Поварницына, Валерий Никулин, Вести, Кировская область.